Вчера во всемирной паутине появилась примиленькая видеозарисовка из городка Советский в соседнем Хмау, на которой шайка бездомных собак атакует детскую площадку, а детишки в своем собственном дворе спасаются на турниках и верхних ступеньках лесенок. Собачка размером с теленка, удобно устроившаяся в детской песочнице вместе с более мелким экземпляром друга человека, а также их друзья, пришедшие, видимо, поиграть и погавкать с ребятишками, чувствуют вполне уверенно себя здесь, во дворе дома номер 7 по улице Гастелло. Хвосты ни у кого ни разу не поджатые, у всех задорно задранные кралькой вверх, то есть животные никого и ничего тут особенно не опасаются. Они активны, довольны жизнью и готовы отстаивать свое жизненное пространство, которое по недоразумению используют людишки и их детишки. И те, и другие, тем временем, свои хвосты конкретно поподжимали. Вот я стою так с телефона, со мной-то сликотно. Интереснее этой картинки с висящими гроздьями детишками, пожалуй, только ответ на эту публикацию от местных властей. В нем, в ответе, пишут, что, мол, если собака причинила вам вред, то вы можете обратиться в полицию. И даже указывают ее телефонный номер. Еще говорят, если вы увидели животных без владельцев, то надо оставить заявку на отлов в отделе по городскому хозяйству. Правда, тут же поясняют, что весь бюджет на этот год, на этот отлов уже полностью успешно освоен. То есть раньше 1 января 2022 все равно никто не шевельнется. А специализированная организация по контракту отловила аж 31 собаку безнадзорную на весь 30-тысячный город советский. Правда, и это совсем не значит, что в нем стало именно на 31 бродячее животное меньше. Далее цитата. Отловленных собак отправляют в приют Нижневартовска. После вакцинации, чипирования и проверки на агрессию и карантина животных выпускают в привычную среду обитания. Конец всех цитат и видеозаписей из привычной среды обитания.